Итак, в эфире Георгий Вербицкий и бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня будем обсуждать бизнес в интернете, будем разговаривать на тему того, как можно сделать эффективный бизнес, построить его в интернете и насколько действительно это имеет какое-то преимущество перед построением обычного бизнеса в обычной реальной жизни, не дигитальной, что называется. Сегодня у нас гость Андрей Бронецкий, руководитель Единый интернет-системы знакомств и общения Мамба. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Какие сейчас тренды существуют в интернете, о чем сейчас болит голова у людей, которые делают бизнес в интернете? Ну, мы можем говорить об российском интернете, русскоязычном интернете, мы можем говорить вообще об интернете, они, наверное, проблемы несколько разные. У российского и у глобального наши, они более локальные. Но у нас, наверное, самый большой вопрос, который сейчас в интернете обсуждается, это вот по поводу маркирования контента, доступность его для разных, разных категорий. Ну, по поводу, там, является это фильтрацией интернета, не является это позитивно или нет. Да, закон, в общем-то, я уже вижу, что затронул очень многих, а у вас как планируется как-то фильтровать контент? Что у вас будет сделано по этому поводу? Мы в целом и так достаточно большой объем работы ведем по поводу фильтрации всего того, что загружается внутри системы. Это касается и фотографий всех. Мы перестали, кстати, принимать видео и по поводу всех анкет. В свете текущего закона мы встречались с людьми, которые этим занимаются, и мы поняли, что мы вполне можем ему соответствовать. Мы усилим несколько вот эту всю модерацию, добавим немножко сотрудников для поддержки и вполне себе будем соответствовать. Все, там никаких проблем для нас я не вижу. Ну, замечательно. Думаю, что как-то выберется бизнес из этой ситуации. Ну, вот смотрите, вот единая служба, руководитель единой интернет-системы знакомства и общения. То есть, почему такой громкий титул? Ну, единая, потому что мы работаем... У нас наш бизнес, он в частности, скажем так, он с одной стороны B2B, с другой стороны B2C. B2B, потому что мы работаем, с одной стороны, с многими партнерами, и так сложилось, что нам приходится общаться с нашими пользователями. Мы не можем об себе говорить о том, что мы знакомство Rambler, знакомство Man.ru, знакомство Mamba и так далее. И мы сделали такую универсальную формулировку, единая служба, которая накрывает все наши такие ипостаси, наши партнерки со всеми нашими крупными и мелкими партнерами. Ну, об этом чуть-чуть позже поговорим. А вот в целом, если говорить о философии и о каком-то вот таком восприятии людей, интернет-знакомств, вот я, каюсь грешно, он также был зарегистрирован на сайте Mamba.ru, собственно, вполне успешно, то есть, то, зачем я туда пришел, то есть, познакомиться, эта цель была выполнена. Но я знаю, что у многих людей, у моих знакомых девушек, есть некое предубеждение вообще вот против того, чтобы как-то, что называется, светиться на сайте знакомств, потому что во многом это может считаться как бы обществом, общество может считать это чем-то таким предсудительным, то есть, мнение такое существует, что вот люди регистрируются, когда они не могут найти в реальной жизни себе партнера, и поэтому они идут в интернет, какой-то сайт, закачивают свои фотографии и как бы... Ну, конечно, есть много проблем. Во-первых, я хочу сказать, что на самом деле все это работает, то есть, люди знакомятся, люди находят свои вторые половинки, это в огромном количестве встречается внутри системы, я знаю много историй, там, не среди моего своего первого круга, но вот те мои друзья, которые рассказывали, что их друзья там знакомились, и у них пары, у них дети, все это, ну, как бы здесь нет никаких проблем. По поводу предубеждения, конечно, это сервис, который такой неверальный, то есть, люди, как правило, не рассказывают о том, что они им пользуются, потому что ты совершенно верно сказал, что это некое... Ну, для части людей достаточно большое, это некое признание того, что, ну, что-то у меня не так, почему-то у меня не получилось, вроде у меня должна быть своя половинка, я бы мог ее найти там многими разными способами, особенно для девушки о том, что, ну, как же так, я красивый, а у меня еще нет второй половинки. Поэтому люди решают эти проблемы по-разному, они решают их в клубах, они решают их на улице, они решают их на работе, но рассказывать о том, что есть вот такая вот проблема, конечно, никто не хочет, это, соответственно, ну, очевидно. То есть ты считаешь, что действительно знакомиться на сайте знакомств предсудительно или нет? Нет, я считаю, что это нормально, но это данность, что люди вот не хотят это афишировать и говорить о том, что они там, ну, как бы, что у них есть вот и слабости, там есть какие-то проблемы. Конечно, никто не хочет об этом говорить. У нас в студии работает телефонная линия, телефон прямого эфира 495-611-996, 495, соответственно, код города. Звоните, если у вас есть мнение по поводу того, является ли предсудительным знакомство на сайте знакомств, либо это вполне нормальная вещь. Ну, на мой взгляд, вот смотри, есть же, как бы, какие-то достижения цивилизации, вот телефон, да, то есть люди раньше общались, как бы, вживую, да, теперь начали общаться по телефону, там, какое-то время назад. А не является ли сайт знакомств тоже каким-то, вот, просто техническим приспособлением, скажем так, которое, в общем, само по себе не является чем-то стыдным? Разумеется, интернет и сайты знакомств – это следующая итерация после того, как люди знакомились в газетах или писали какие-то другие объявления, там, ну, в разных любом месте, где там, ну, как-то доски объявлений, или, вот, как это было достаточно, ну, уже там, не было, наверное, несколько сотен лет уже, ну, сотню лет точно было. Тем не менее, это все равно, несмотря на то, что это технологическая вещь, все равно это некий, там, шаг для человека рассказать о том, что он нуждается во второй планике, и вот, что он ее до сих пор не нашел. То есть, вот такое предупреждение, оно есть, и с ним, ну, ничего сделать нельзя, по крайней мере, пока. Оно изменяется, людям становится это все проще, они все больше доверяют, потому что история накапливается, количество людей, которые познакомились в интернете, их уже становится все больше и больше, доверие растет, и, наверное, там, лет через 10, там, все молодые, они вполне себе будут... Но есть еще, как бы, и нюансы, то есть, нюансы заключаются в том, что через интернет можно составить некую часть впечатления человека, полное впечатление составить, в принципе, невозможно. С развитием фотошопа, думаю, что, да, это все станет все сложнее и сложнее. Ну, там есть разные проблемы у нас, то есть, это как и, а-ля, там, социальный-несоциальный статус, когда есть люди образованные, есть люди могут встречаться необразованно, они, в принципе, очень сложно уживаются, то есть, ты прав по поводу того, что находят самые лучшие свои фотографии, выставляют, потом оказывается, что не совсем... Но для этого надо встречаться, сам по себе сервис все равно работает, это просто нужно, там, понимать, как он работает сейчас, мы понимаем текущие проблемы, мы их, собственно, там, исправляем по мере возможностей, по мере возможностей технологии и своих, там, пониманий, это все. А вот, например, ты имел ли опыт каких-то знакомств через интернет? Я свою жену нашел не через интернет, но мы с ней уже очень давно знакомы, мы с ней познакомились еще до интернета. А где вы познакомились? Мы учились вместе в институте. Ну, это, в общем, классический такой вариант. Да, тогда это было классический. А на самом деле, в современном мире, а где еще знакомиться, да? То есть, получается, что, например, клубы, многие девушки считают, что туда приходят люди, как бы, исключительно с какими-то краткосрочными целями, какие-то, может быть, музеи. У нас не так редко, не так часто люди в них ходят. Ну, в музеи люди, да, ходят мало сейчас. Где еще знакомиться, как ты считаешь? Ну, мне кажется, можно знакомиться, ну, во-первых, в тех же самых там институтах, на работе. До сих пор люди продолжают знакомиться, по нашей информации, там, через родственников. По вашей информации? Ну, у нас были, да, исследования на эту тему. То есть, есть разные, скажем так, места, где люди знакомятся. А до сих пор большая часть – это те, которые знакомятся так вот, ну, как сказать, не клановы, конечно, но, тем не менее, там, семейно. Слушай, вот ты сказал по вашей информации, я сразу, я сразу мысль ушла в сторону… Милиции? Нет, в сторону того, что компания «Мамба» обладает всей массой переписки между, собственно, людьми, которые там когда-либо были, общались с кем-то, знакомились. То есть, это, в принципе, очень ценная вещь, как бы, да? Как вы это используете? Вообще, храните ли вы информацию? Ну, во-первых, ты не прав. У нас нету всей этой информации за все время и так далее. То есть, мы не социальная сеть, там, спустя шесть месяцев мы удаляем анкету, и все, что мы сохраняем, насколько я помню, это только e-mail, а вся остальная информация, она пропадает. Мы не заинтересованы в том, чтобы у нас профайл хранился там постоянно. То есть, когда человеку не весь эту потребность, тогда он, соответственно, пользуется. Когда нет, он либо сам удаляет этот профайл, и вся эта информация стирается, либо он удаляется автоматически, спустя какое-то время бездействия внутри системы. Вот. Соответственно, мы, во-первых, не обладаем всей этой информацией. Во-вторых, это для нас там совершенно не главное. То есть, вы действительно говорите о том, что можно быть спокойным, если ты шесть месяцев не появлялся, то твоя информация удалилась. Ну, естественно, если ты анкету удалил. Ну что ж, телефон прямого эфира, продолжает оставаться все тем же. 495, код города Москвы, 611-996. И продолжим тему, и рассмотрим ее именно в преломлении уже знакомства, как бизнес, как сделать бизнес на знакомствах уже после новостей. Итак, продолжаем рассматривать знакомства в интернете, в преломлении, бизнес-преломлении, то есть, как из этого можно сделать деньги. У нас в гостях Андрей Бронецкий, руководитель крупнейшего российского сайта знакомства и общения, который называется «Мамба». Точнее, не сайта даже, а, наверное, сети, да? То есть, поскольку... Да, наверное, сеть будет корректнее. ...партнеров еще. И не только российского. Да, у нас отличные позиции практически во всех странах бывшего СССР. Ага. И вообще, как распределяется количество посетителей? То есть... Ну, порядка 60-65... Ну, это на самом деле классический для всех сайтов зоны РУ, таких портальных. То есть, порядка там 65% – это идет Россия, там 15-20% – это Украина. И дальше по ниспадающей там Белоруссии, Казахстан. И есть, наверное, там 10, может, чуть больше процентов трафика – это русскоязычные диаспоры, которые в Германии, в Израиле, в Канаде и так далее. А вы стартовали бизнес в 2010-м или раньше? Ну, как бы, надо, во-первых, сразу сказать, что не я, а компания. Я имею в виду компания, да. Да. Я попал в компанию несколько позже. По-моему, в 2002-м даже. В 2003-м там начались какие-то разработки. А, вот так вот. То есть, достаточно рано. Небольшая история. То есть, я так понимаю, что вы уже, точнее, ты, если не против, пришел уже как, уже, что называется, управленец именно нового хозяина. То есть, я так понимаю, что Мамбу создал другой человек. Да, другой человек, Андрей Андреев. Вот, соответственно, Финам выкупил большую часть. И, поскольку я работаю Финамом, вот, я стал этим заниматься. Там была, там, на самом деле, конечно, не только я. Там был еще Максим Трохин. Там огромный вклад внес. Мы, фактически, вместе с ним занимались длительный период этим всем. Вот. Но, команды, на самом деле, там никакой не было. Я имею в виду, по... То есть, бизнес там передавался достаточно так забавно. То есть, там не было ни разработчиков, ничего. То есть, все ушли, да? И вы пришли на новый абсолютно. Ну, да. То есть, бизнес-процессы отдали. И, там, некоторые такие активы. А по факту, вся команда ушла. Вот, это были такие условия сделки. То есть, было достаточно интересно. А, то есть, ты сейчас, как бы, наемный управленец. У тебя есть какая-то доля собственности? Ну, я бы не хотел говорить об этом. То есть, раз не хотел бы, значит, видимо, есть. Хорошо. Нас на линии, наш слушатель, его зовут Николай. Сейчас я выведу его в эфир. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Хотел вопрос задать к Андрею. Да, я слушаю. Здравствуйте, Николай. Андрей, не подскажете? Вот у меня, во-первых, ну, скорее всего, два вопроса. Первый вопрос, когда касается монетизации, в том числе, по вашему опыту с Мамбой. Какие источники монетизации вашего сервиса вы видите в будущем? Какие имеете сейчас? И какие перспективы? То есть, кроме, допустим, баня на рекламу, кроме очевидных, я бы так сказал. Есть ли какие-то более интересные источники, о которых вы можете рассказать? Вот. И второй вопрос. Вы наверняка следите за бизнесом, то есть интернет-бизнесом, да, я имею в виду, который сейчас развивается. И там хотел вопрос тоже с этим вопросом. В свое время инвестфонды многие покупали так называемые пустышки, то есть сервисы, которые, в принципе, никому не нужны, как идея ради идеи, я это называю. А вот, видите ли вы сейчас, есть возможность у нас возрождения каких-то новых действительно полезных идей, полезных сервисов, в которых можно зарабатывать? Или бы это до сих пор все идет идея ради идеи? Спасибо. Спасибо, Николай. Интересный вопрос. Андрей? Ну, я начну с первого. Значит, кратко попробую. Мамба была уникальна, плюс-минус, до сих пор тем, что она в дейтинге начала использовать модель монетизации фремиум. Я уверен, там Николай не знает. Она использует мотивации, когда сначала уже есть достаточно большое количество пользователей, появляется доверие к сервису, после того, как доверие к сервису появилось, человек начинает тратить на дополнительные необязательные сервисы внутри системы. Зарубежный опыт показывает, что они берут плату за то, что, в принципе, человек получает доступ к содержанию, к прямым контактам этих людей. За общение, за просмотр больших фотографий. Соответственно, у нас это не развито было. Мне кажется, что в этом направлении может быть определенный тоже источник дохода, если какие-то там очень качественные базы данных, вот как у нас не очень получилось, но я имею в виду это вот как серьезное знакомство с Мономором, как делают ребята из Тиама. Это имеет смысл, я думаю, уже в ближайшем будущем. Соответственно, другие направления по монетизации, это, разумеется, мобильная, которая бурно растет и продолжает, и там доступ к кошельку человека значительно ближе, и, соответственно, там будут появляться и новые кейсы, как предлагать услуги, и в частности, знакомства. Наверное, про рекламу. Ну, я не очень люблю рекламу, то есть мы этим занимаемся, конечно, но я как человек, который делает сервисы, и там пытается каждый раз поставить себя на место пользователя, мне она, конечно, не очень близка, вот, поэтому она будет расти, разумеется, и стоимость контакта с человеком будет увеличиваться, но это там не что-то радикально новое. Если говорить по поводу второго вопроса, по поводу пустышек, которые были раньше, в которых инвестировалось очень много, на самом деле, очень, мне кажется, приятно, что вот этот момент, когда вот было большое кладбище инвестиций в интернет, оно плюс-минус, может быть, заканчивается, и сейчас люди все более и более внимательно и качественно разбираются, какие проекты надо инвестировать, в какие не надо инвестировать, и то, что, может быть, я не знаю, инвестиций, с одной стороны, чуть меньше, но зато они там более масштабные, в какие-то более правильные проекты, мне кажется, это здоровая ситуация, и я уверен, что экспертность там интернета менеджмента, топ-менеджмента и специалистов, она только растет, и, соответственно, новые проекты, качественно они будут появляться, и все будут более сложные, и там красивые, удобные, и в этом плане оптимист. Будем оптимистами, конечно. Что происходит? Вот зарегистрируются пользователи, да, как происходит, собственно, монетизация, то есть зарегистрируется пользователь, пользователь – человек, который хочет найти себе свою половинку, да, он приходит на, либо к партнеру, либо напрямую на сайт mambo.ru, да, и дальше он вносит какую-то информацию о себе, и начинает пользоваться всеми бесплатными услугами, да, но в какой-то момент ему говорят, ну вот, если ты хочешь сделать это чуть-чуть лучше, или хочешь как-то выделиться, пожалуйста, заплати денег, правильно я понимаю? Ну, да, я могу добавить штрихов, но в целом, да. Добавь. Ну, я имею в виду, что сначала он может не очень понимать, куда он попал, ему есть подсказки, что нужно обязательно загрузить фотографии, потому что знакомиться без фотографии нельзя, соответственно, он, конечно, заполняет анкету, он начинает общаться, на самом деле все сервисы практически бесплатны, он платить начинает в тот момент, когда он начинает понимать, что он общается с настоящими людьми, которые ему интересны, что он хочет получить как и внимания к себе больше, так и познакомиться там с максимально интересным человеком и, возможно, там быстрее. То есть, в первый момент еще раз появляется доверие, во второй момент он начинает пользоваться вот этими вот нашими платными сервисами. Андрей, вот по поводу доверия, интересный такой момент, очень многие, мне, по крайней мере, рассказывали мои знакомые, которые приходили на ваш сервис, то, что в начале начинает, ну, большой как бы интерес к новой анкете, то есть она, видимо, где-то там светится в самом верху, соответственно, пишет очень много людей и очень, как бы, ну, что называется, много таких вот запросов, негатива, либо каких-то пошлостей, вот такого плана, то есть получается, что создается какое-то впечатление, что сервис имеет какую-то, ну, вот такую пошлую направленность. Я, на самом деле, понимаю, о чем ты, для нас это головная боль, ну, как это происходит, то есть, разумеется, мы, когда человек появляется только в системе, мы пытаемся дать ему какой-нибудь там позитив, мы размещаем его вверху, он получает бесплатно внимание, получает себе контакт-лист, с которым дальше можно общаться. Это было бы все хорошо, если бы не было, скажем так, всегда есть белая сторона и черная сторона, а черная сторона заключается в нашем случае в том, что есть около нас всегда, ну, как пасутся, не пасутся, такая индустрия, ну, не знаю, там, как ее назвать правильно, в эфире, вот, и она достаточно сильная индустрия, то есть это есть как и люди, так и есть специальные веб-мастера, которые занимаются спамом нас. Индустрия, можно сказать, для взрослых, да? Да, и поскольку человек, когда знакомится, он одинокий и, ну, в большинстве остаем, то есть, в подавляющем случае мы не говорим там о каких-то фруктациях, он достаточно открыт и он может принимать там, для них это такая благодатная аудитория и поскольку аудитория благодатная, конечно, они этим пользуются. Вот, собственно, это в нашем случае вот это вот проявляется вот таким образом. Хорошо, ну, допустим, приходит человек, вот сколько людей начинает из бесплатных, после перерастает в категорию платных и начинает приносить какой-то доход, какой-то процент, можешь сказать? Порядка 10%. 10%. То есть 10% начинает платить за получение каких-то экстра сервисов и каков средний чек, если можно так выразиться? Ну, я не помню, но не очень большой, там, в среднем с одного человека, по-моему, мы зарабатываем порядка там полтора доллара, что-то такое. Ну, вы очень быстро растете и сейчас, если верить открытым источникам, оборот составляет порядка 40 миллионов долларов в год. Да, это правда, но единственное... Неплохой бизнес. Да, спасибо, но на самом деле, конечно, сейчас мы уже растем не так, конечно, Борни, спасибо за твой комплимент, но по факту, конечно, сейчас уже не такой Борни рос, как был, когда там. То есть нам, чтобы расти, нам надо, там, придумывать постоянно. Мы и так делали это, но еще больше придумать что-то новое. Какие KPI, то есть привлечение людей, количество активных пользователей, какие у вас KPI стоят перед, собственно, ну, перед вами? Ну, мы смотрим по KPI, сколько фотографий загружается, сколько идет сообщений внутри системы в день, сколько идет регистраций в день по каждой там стране и региону, мы смотрим, сколько активных пользователей, разумеется, какие деньги, там достаточно много всяких индикаторов, которые мы мониторим. Ну, а главные, главные какие, то есть вот это вот конверсия или количество общих пользователей, либо, как бы, средний, условно говоря, средний чек, что здесь главное? Нет, вот для бизнеса, наверное, сколько в итоге получаем денег, вот, то есть, мы можем покупать аудиторию очень дешево, но она не будет платить, она нам не нужна, то есть, если бы KPI был там только регистрацией, это неправда. А планируете ли вы каким-то образом увеличивать количество, ну, собственно, ту сумму, которую платит вам средний посетитель, который заказывает услуги, то есть, вводить ли какие-то новые, там, что-то еще делать? Нет, ну, мы вводим, когда придумать что-то новое, такое радикально новое, достаточно сложно, из последних новых сервисов, от которых мы запустили, такое достаточно интересное, это общение в оффлайн через виртуальные номера, достаточно так нормально стал пользоваться пользователями. Виртуальные номера, что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что если человек находится не на сайте, а другой ему написал сообщение с сайта, при определенных условиях, если, ну, разумеется, как бы, когда было все это подтверждено в настройках, то они могут перейти в общение через SMS, причем у каждого из них будет статический номер, не какой-то временный, а статический, который можно сохранить, вот. То есть, как бы, человек остается анонимным? Да, и они платят нам за каждое такое вот сообщение, и… Окей, после новостей обсудим то, как сервис Мамбо, собственно, соотносится с другими интернет-сервисами. Продолжаем общаться с Андреем Браницким, руководителем единой интернет-системы знакомств и общения Мамбо. Тема у нас такая – бизнес в интернет, направления, тренды и специфика. Андрей, ну, ты как человек, который делает вполне успешный бизнес в интернет, как ты вообще оцениваешь то, что делаешь ты, и то, что сейчас вообще происходит на рынке, собственно, интернет-бизнеса, если можно так выразиться? Ну, сложный, на самом деле, вопрос такой. Достаточно общий, я попробую тоже так ответить туда. То есть, ну, наверное, свою работу, конечно, очень сложно оценить. Мне нравится то, что мы делаем. Разумеется, есть еще много всяких идей и понимание, как это нужно улучшить для того, чтобы это было там еще лучше. Это если примитивно ко мне. То, что происходит, ну, сложно сказать. То есть, я вижу там разные тенденции, и они есть как глобальные, так и локальные. С одной стороны, вот наши компании интернет, российские, отечественные, я имею в виду, они держат конкуренцию на мировом уровне вполне себе достаточно. С другой стороны, если посмотреть на наш рынок и на рынок американцев, на рынок европейцев, то не очень понятно, как они будут дальше бороться, когда там через пять лет, не знаю. Ну, я просто к тому, что все равно у тех-то, ребят, значительно больше денег. Вот. Ну, как бы все равно, я как говорил, я оптимист, поэтому я думаю, что все развивается позитивно, и дальше будут там сервисы только лучше и более качественные. А что тебе нравится вот из того, что из каких-то новых компаний, новых трендов, которые сейчас появились на российском рынке, что-то такое можешь отметить, как особенное что-то? Нет, боюсь, что я сейчас тебе не отвечу на этот вопрос, то есть, не знаю. То есть, может быть, я слишком увлекся сейчас чисто своим и направлением других, не скажу тебе такого прям вот радикального, чтобы я сказал так, вау. Слушай, а вот смотри, есть в России такой сервис, да, а на Западе какой аналог ты можешь назвать из вот самых таких вот на слуху, что называется? Ну, это зависит от рынка, то есть, в Америке самый такой крупный аналог – это Plenty of Fish, это там достаточно тоже старый проект, который хорошо держит там рынок и продолжает развиваться. Там сейчас в Америке появилось еще несколько таких же моделей, как и наша. В Европе это, разумеется, вот команда, которая ушла из Мамбы, которая построила конкурентный продукт – это Баду. У них есть позиции небольшие в России тоже. У них хорошее очень мобильное приложение, но там свои проблемы есть. И в Европе есть еще проект Tu. Это ребята из Бельгии запустили на базе своего социального проекта NetLog. В Азии я не знаю ничего, чтобы было из таких же моделей, но вот, наверное, это основные игроки в рамках дейтинга, в рамках нашей бизнес-модели в мире. А как вы к ним соотноситесь? То есть, как вы с ними? Ну, пока мы относительно мало пересекаемся, то есть, мы достаточно внимательно друг на друга смотрим, разумеется, заимствуем какие-то хорошие решения, пытаемся друг от друга. Но пока что мы каждый на своем рынке. И все компании, в принципе, закрыты, то есть, нету какой-то публичной информации о показателях и так далее. Баду и, насколько я знаю, закрытая компания. Ну, да, есть какие-то слухи, но лучше бы они там озвучивались. Да, Баду, кстати, это же, я так понимаю, проект, который сделали люди, которые, собственно, придумали сервис Mambo. Ну, да, там у него тоже была такая достаточно сложная история, то есть, они сначала попытались сделать социальную сеть, достаточно долго делали в Европе эти социальные сети, ничего у них не получилось, их стало отжимать в Facebook, и потом они перефлифицировались в знакомства. В знакомствах, разумеется, там есть уже монетизация, и сейчас вот они продолжают развиваться, пытаются выйти на новые рынки. Кстати, как ты относишься к такой большой экспансии социальных сетей, насколько ли они, насколько они отжимают бизнес вообще сейчас? Сейчас многие знакомятся через Одноклассники, через Facebook, там еще как-то. Ну, они всегда знакомились через Одноклассники, через Facebook. Люди знакомятся везде, где есть возможность пообщаться мужчине и женщине, то есть, на самом деле, это как конкуренция библиотеки и пивного бара. Ну, вот, как бы, просто мы конкурируем за время. У нас аудитория более специализирована, более открыта для общения, для знакомств. Если человек находится на сайте знакомств, это заведомо ты знаешь, что он здесь для того, чтобы найти новых людей. Если ты в социальной сети, ты, даже если есть возможность написать этому человеку, с высокой вероятностью, он, как бы, не открыт сейчас для поиска новых людей. То есть, понятное дело, что ты можешь познакомиться, но у них специализация на том, чтобы получать контент от своего круга общения у нас, на то, чтобы этот круг общения менять, создавать новый, привносить там новых людей. То есть, можно сказать, что сервисы знакомств намного эффективнее, чем какие-то другие средства, поскольку они, в общем-то, заточены. Ну, они более активные, они всегда будут, разумеется, существовать, но там человек тоже не может постоянно находиться в таком режиме. То есть, он находит новых людей, добавляет их себе в круг, с которыми общается и, соответственно, переходит в другой режим общения. То есть, по сути, пользователь, у которого все сложилось, который, собственно, нашел то, что искал на сайте знакомств, он удаляется и перестает быть… Да, он нам не нужен. То есть, у вас, как бы, есть некий конфликт, противоречие. То есть, пользователь, который находит то, что он хотел, он, соответственно, для вас уже потерянное, что называется… Да, кстати, возможно, вот тоже мне рассказывали, что можно, если ты придумаешь, как дальше держать, ну, не держать его, а вести вплоть до ЗАГСа и на каждом шагу точно так же предоставлять ему сервисы и платные сервисы, что это дополнительная монетизация, ну, как бы, вот это так, чисто теория. То есть, просто об этом думали, да, как это можно сделать? Ну, да, так просто рассуждали на эту тему, но… Но вам, конечно, очевидно, нужно, мне кажется, больше делать акцент на счастливых каких-то вариантах, исходах, да, то есть, если люди знакомятся, в итоге женятся, у них все хорошо, то есть, чтобы как-то вот с точки зрения пиара как-то… Мы заводили такое. Не был такой вот негативный такой, ну, не то чтобы негативный, но вот какое-то такое специфическое отношение. Да, это, на самом деле, одна из основных, наверное, тем, как можно пиарить наш сервис правильно, это вот показывать действительно те счастливые истории, которые происходят. Мы как-то пытались сделать даже этот раздел, но там получается, что они все-таки удаляются, мы их там не сохраняли уже, они не очень хотят, чтобы даже оставались их профайлы после того, как они создали эту пару, вот. Ну и, сам понимаешь, большинство людей-то и не создают даже пары, и не признаются о том, что они нашлись на… Да, 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 и более того, это практически даже уже какой-то мем, то есть удалиться с сайта знакомств – это означает некую уже серьезность отношений. Ну, мы, тем не менее, как я говорил, мы не стремимся охранить пользователей там бесконечно, нам это нет смысла. Хочу напомнить, у нас работает телефон прямого эфира, эфира, мы ждем ваши звонки, тема, на мой взгляд, вполне интересная – сайт знакомств, как бизнес и, собственно, общая ситуация в интернете, какие существуют сейчас тренды, что происходит в интернет-бизнесе. Какова была история развития, то есть, ты можешь назвать какие-то вот вехи, этапы развития, которые для тебя являлись, ну, может быть, наиболее такими вот актуальными? Ну, наверное, много не скажу, но одна из первых, разумеется, для нас была, это когда мы забрали бизнес в том виде, в котором он был, это мы создавали первый костяк команды, которая начала дальше его развивать. То есть, это у нас, на самом деле, заняло определенное время, там, по-моему, чуть больше года даже. Дальше, когда началась такая первая бурная волна социальных сетей, мы, соответственно, поняли еще чуть-чуть свою специфику, это тоже был определенный момент. Если в плане менеджмента, то есть, я для себя вот такой момент наблюдал, когда вот компания была 50 человек, человек, это для меня было некое такое пороговое значение, когда, там, я пытался мониторить практически там много-много процессов внутри компании, после определенного момента, когда я понял, что это невозможно, уже для меня это было, там, 50, там, изменили управление внутри компанией, и сейчас там уже больше 100 человек, все нормально развивается. Из последних, это, наверное, все-таки уже четкое понимание, что мы вполне себе уже должны, ну, по крайней мере, получится, не получится, это уже отдельный вопрос, но тем не менее, что мы вполне себе конкурентны по отношению к зарубежным сервисам, ничем они не лучше, ничем они не талантливее нас, и здесь надо копать, и в итоге пророй, где-нибудь дорожку мы найдем. То есть, оптимизм повысился, если можно так сказать. Уверенность в себе, в своих силах. Да, она как бы сейчас, вот, с текущей командой, он повысился. У нас есть вопрос с сайта Finam.fm, и еще раз, перед тем, как его зачитать, хочу напомнить телефон прямого эфира, это 495, код города, 6510996, так что ждем ваших вопросов, задавайте, и пользователь Олег пишет, здравствуйте, не могли бы вы вкратце рассказать о том, какие существуют способы капитализации бизнес-идеи в сети интернет? Скажем, можно получать деньги за рекламу на сайте, либо процент от продаж сторонних товаров и услуг, что еще, кроме классического купи-продай? Андрей, можете как-то прокомментировать? Ну, не знаю, но я попробую так это сделать. Во-первых, я так понимаю, речь идет о том, как можешь создать бизнес, какие есть виды монетизации, они плюс-минус есть там реклама, есть сервисы для пользователей, это вот такие, как мы, такие, как игровые сервисы, но рекламные, разумеется, они больше привязаны к каким-то контентным проектам, где создается бесплатный, небесплатный контент, достаточно качественный, который востребован, либо вот как Яндекс, это навигация по контенту. И, соответственно, модель, которая называется e-commerce стандартная, когда просто-навсего продается за вычетом издержек на склад, ну не на склад, по крайней мере на торговой площади в интернете. Наверное, это плюс-минус три основных модели, но есть еще такая модель, когда вы делаете, наверное, вот как инстаграм, когда вы делаете какую-нибудь фишечку и специально ее толкаете для того, чтобы потом какая-нибудь большая компания испугалась или ее покупила. Но это так, наверное... Несмотря на то, что монетизация этой фишечки, в общем, никак не предвидится. Это такой высший пилотаж, продать то, что не дает денег какой-то компании, которая испугалась вот этой фишечки. То есть, в принципе, ничего такого прорывного вы здесь не видите, то есть стандартные, как бы, в общем, средства вполне. Да, я думаю, все эти средства, разумеется, можно систематизировать и найти параллели практически там везде. То есть, контентная рекламная история, это она копия фактически всех журналов, газет и так далее. Так, у нас еще один вопрос есть, примитивно к нашей теме по поводу продолжения знакомств на сервисах. Вот спрашивает пользователь, отслеживаете структуру компании каким-то образом результативность знакомств? То есть, сколько людей познакомились, сколько из них в реальности встречались, сколько, например, поженились и состоят в гражданском браке? Насколько я понимаю, это очень сложно отследить, то есть, мы этого не делаем. Да, к сожалению, у нас нет четкого понимания, как это делать и как мы потом это однозначно сможем использовать, если у нас будут точные цифры. И, собственно, мы больше сконцентрируемы на других пока проблемах. Андрей, а вот если говорить о конкурентах, то есть, чем вы лучше? Есть же там Love Planet, есть же Dating.ru, допустим, из того, что я знаю, почему вы? То есть, если вот сейчас брать обычного пользователя, который думает, вот хочу найти себе, допустим, девушку, жену, там, не знаю, кому он пойдет и что он найдет там и что он найдет у вас? Есть ли разница? Или все это одно и то же? Ну, конечно, когда человек хочет найти себе вторую половинку, он в целом заинтересован в том, чтобы зарегистрироваться на максимальном количестве таких сервисов. Андрей, прошу прощения, у нас сейчас будут новости и продолжим обсуждать после новостей. Так, у нас в студии, точнее, у нас в студии мы продолжаем обсуждать интернет-бизнес с Андреем Бронецким, руководителем, человеком, который управляет сервисом Mamba.ru, единой службой интернет-знакомств. И продолжаем, да, продолжаем отвечать, точнее, Андрей продолжает отвечать на вопрос по поводу того, есть ли какое-то преимущество у Mamba перед, допустим, конкурентами, перед другими сайтами? Чем отличается? Как я уже сказал, в целом, когда люди знакомятся, они, конечно, нужны регистрации, ну, осуществить регистрацию, в моем понимании, практически везде. Во всех таких сервисах, чтобы найти, может быть, все-таки ту единственную или того единственного. Тем не менее, что отличает Mamba? Разумеется, Mamba, она первая, она до сих пор сохраняет вот этот, как, скажем так, дух того, что вот она создает новые сервисы, до сих пор она привносит новые решения и новые, там, и монетизационная модель, в частности, вот как я рассказал там про SMS. Точно так же это и технологические аспекты, как доступен сервис, в каких платформах и нюансы в плане интерфейсов и какие, ну, вплоть до того, какого размера фотографии могут быть в одном сервисе, какого размера фотографии в другом сервисе, потому что это точно так же важно. То есть мы просто, может быть, ну, я надеюсь, мы чуть тоньше и чуть качественнее чувствуем, что нужно аудитории, когда нужно ознакомиться и, соответственно, думаем об этом и стараемся запускать эти поправки в соответствии с этим пониманием раньше. Вот это, мне кажется, наша такая особенная черта еще до сих пор. То есть мы, конечно, что-то копируем, но у нас есть и свои разработки, свои идеи. И какие же дальнейшие планы, вот именно в ближайшее будущее, что запустите нового? Ну, сейчас, на самом деле, у нас основное – это мобильное направление, поскольку, как я сказал, оно быстрорастущее, у нас там продукты несколько пока отстают по качеству от нужного уровня. Мы этим много занимаемся. И, как я сказал, мы пытаемся найти норку в какой-нибудь рынок зарубежный. На самом деле уже, слава богу, есть какие-то на эту подвижки позитивные. Вот пока, ну, не хочу там вдаваться в детали, но тем не менее, они есть. А мобильное направление – это клиенты для, соответственно, мобильников или что-то другое? Это клиенты, это тач-версии, это в зависимости там от… Это, как бы, у нас с тобой есть там смартфон, а у многих людей до сих пор их нету, и они пользуются там другими форматами мобильными. Это тоже включает в нашем понимании, это вап, не вап версия, это все туда же. А что помогало, когда вы развивали бизнес, а что реально было тупиковым ходом? И вы это поняли чуть позже. Что ты можешь такое назвать? Помогало, ну, не знаю, если вот так в прямом вопросе отвечать, то есть всегда помогало нам – это те люди, которые были внутри команды, то есть нам в этом плане везло достаточно часто, что так получилось, что внутри команды очень много талантливых людей. А тупиками, ну, мы много чего экспериментировали, мы много всяких сервисов пытались запускать, мы двигались в одном направлении, вот там, например, мы двигались тоже в сторону Мономора, в сторону серьезных знакомств, думали, что у нас это может получиться, но поняли, что это там не совсем наше, у нас голова заточена под другое. То есть это нормальные проекты, но это там не наш совсем. Вот, ну, так по мелочи, на самом деле, очень много было всяких телодвижений, которые оказались в итоге там не очень эффективными. Слава богу, мы там большинство из них отрезали достаточно быстро. Ну, вот ты говорил, что у вас работает 100 человек примерно, а чем примерно, вот, если, большинство людей, чем занимается большинство людей? Большая часть компаний – это разработчики. То есть постоянно пишут какие-то новые… Ну, там разделено, конечно, да. Кто-то, помните, что у нас департамент, кто-то делает одни сервисы, кто-то делает другие сервисы, кто-то следит за стабильностью системы. Да. Насколько приоритетна задача привлечения новых партнеров сейчас? То есть сайтов, где, соответственно, будет использоваться ваша база данных? Ну, это приоритетная задача, но она приоритетная не в рамках России. То есть сейчас вы уже говорите, вы, в принципе, охватили российский рынок практически, да, существующими партнерами и двигаетесь уже… Да, мы ищем вот эти лазы для других стран. Андрей, а поделись инсайдом, планируете ли выйти на IPO, допустим? А, ну это вопрос вообще не ко мне, но по моей информации нет. Ну, как вот такому маленькому-маленькому собственнику. Нет, да? Хорошо. Ну, про эмоциональные отношения людей к компании мы, в принципе, поговорили. А теперь немножко про тебя, да, вот ты как бизнесмен. Что ты можешь как бы назвать какими-то своими вехами в своем пути? То есть я так понимаю, что ты работал в интернет-компаниях и раньше, и до Мамбы. То есть это был Бегун, да, и Голден Телеком. Как вообще все это? Нет, сначала был… я начал работать в компаниях, когда я был на третьем курсе, то сначала я пошел в дизайн-студию, потом там была череда поглощений Голден Телекомом, в частности, я и работал, ну, завершил свою работу в Голден Телекоме сначала, перешел в Финам. Из Финама мы сначала приобрели Бегун, я участвовал в нем, и потом пришел в Мамбу. То есть на самом деле все так достаточно спокойненько. Выглядело логично, да, спокойно? Да, то есть без метания, в одну сторону, в другую. Я знаю, что сейчас ты сам стал собственником, ну, какой-то либо части, да, либо полностью проекта, который… Которым я когда-то работал. Которым ты когда-то работал, который называется Apport.ru. Да. Расскажи немножко более подробно, что ты планируешь сделать там и почему, собственно, ты выкупил этот проект текучий флаг. Сколько, кстати, вы заплатили за него? 150. 150 тысяч долларов. Практически за домен, да? То есть бизнес-бизнес-слоги какой-то… Нет, там было и бизнес-потоки небольшие. То есть мы, на самом деле, его оценивали исходя из тех бизнес-потоков, которые были на тот момент. Выкупил, чтобы чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, чтобы его доработать, там, одну идею и, ну, ради денег, чтобы потом заработать на нем больше. Ну, естественно, очевидно. Да, вот, то есть там достаточно все прагматично. Я выкупил один, но, на самом деле, мы там… Есть два партнера, мы будем развивать этот проект, соответственно, втроем. В ближайшие там два месяца, я надеюсь, мы уже его доведем до ума. Это будет как и мобильная составляющая, так и веб-составляющая. Что вы планируете там сделать? Мы хотим сделать агрегатор по… Ну, в российской части это, соответственно, по e-commerce в России, по магазинам и привлекать трафик на свою площадку, дальше с нее раздавать магазинам и брать за это свою копеечку. В мобильном, возможно, это будет сразу не только RU, это будут и другие языки. То есть, еще у меня вопрос такой, но он очень общий. Как ты оцениваешь в целом вообще макроэкономическую ситуацию? Бизнес в России, бизнес на Западе? Как ты думаешь, какие у нас тренды будут в ближайшее время? Ты имеешь в виду интернет, да? Ну, я имею в виду на самом деле более широко. В целом бизнес. То есть, у нас был там ряд потрясений в Европе, там стрясло весной. Какие-то макроэкономические показатели, в общем-то, не так хороши, как и раньше. То есть, многие считают, что, в общем-то, дальше условия для бизнеса будут ухудшаться. То есть, у нас как бы идет какой-то спад. А тут как, по-твоему, что ты думаешь? Ну, если говорить в общем, да, наверное, там что-то происходит в Европе, что-то происходит в Штатах, там, или где-то еще, Китай растет или не растет. Но, как бы, здесь, ну, может быть, можно говорить о каком-то пессимизме, но, тем не менее, я не знаю. Я все равно считаю, что есть определенные волны. Будет волна, там, ну, два года она будет, там, негативная, там, три года будет негативная. В итоге, как-то, это все перегруппируется по-новому. И будет, опять, новый рывок. Ну, будет, там, лидер не классический, там, будет не Европа, там, будет, там, Китай или еще что-то. Но, как бы, все равно, мне кажется, что, в целом, все развивается поступательно и в направлении развития. То есть, разумеется, с откатами, но, тем не менее, всегда вперед. Я бык в этом плане. Кризис, у вас была какая-то, какая-то реакция на кризис? Может быть, людей сокращали или что-то еще? Как вы перенесли кризис? Сейчас абсолютно все нормально, люди продолжали подключаться к интернету, люди продолжали знакомиться и продолжали пользоваться нашими платными услугами, мы продолжали развивать сервис, мы продолжали расти. То есть, наоборот, да, люди, может быть, увольнялись с работы, их увольняли, но они продолжали ходить в интернет. Да, то есть, интернет – это большая часть жизни уже человека и, как бы, на самом деле, наверное, очень, ну, уже устойчивая. Такой досуг, да, место для проведения досуга. Вот, кстати, очень интересно, вчера мы как раз обсуждали какую-то эмоциональную, такая психологическая составляющая, на чем люди делают деньги. То есть, вот Беглеон делает деньги на жадности. Купонные сервисы, по сути, делают деньги на жадности. А на чем делают деньги сервисы вроде мамбы? То есть, что это такое? Это желание как-то выделиться из толпы, то есть, желание вот блеснуть такой, можно сказать, вот глянец, что ли? То есть, люди, которые платят доллары, доллары, доллары для того, чтобы находиться на виду, то есть, на главной странице, в ленте, там, наверху. Некоторые для того, чтобы поднять свою самооценку. Например, когда там человек понимает, что… На самом деле, даже действительно есть такие случаи, когда у нас… Ну, я знаю просто, что ребята, даже ребята, я имею в виду, они сидят, они могут там пить виски, они могут… И им просто приятно, что они до сих пор там, ну, как и девушкам тоже, что они ничего, что им пишут, что им подмигивают, что они вот как бы… Потому что так они работают, они… Ну, нету вот этого вот элемента флирта, а здесь это можно испытать и понять, что все хорошо. Ты знаешь, я видел людей, которые спускают, ну, тысячи и тысячи долларов на то, чтобы оставаться где-то наверху. То есть, ты не изучал вообще, что это за люди, то есть, что ими движет? Ну, я знаю такие случаи. Там и десятки тысяч спускали, есть даже люди несколько, которые больше спустили. Вы даете таким людям какой-то специальный приз от мамбы, почетный? Я тебе более того скажу, у нас есть одна история, у нас есть пользователь, он спустил, по-моему, там за три года, там, 70 тысяч долларов, очень успешный человек, но в определенный момент он начал, там, не очень себя правильно вести в дневнике. И мы, чтобы не ругаться, так, но тем не менее, мы запретили ему тратить деньги в системе. наоборот, чтобы вот как-то и заработало, то есть, ну, мы просто не могли его там удалить, это было бы не совсем правильно. А, то есть, он тратил деньги, в вас в какой-то момент что-то начал нарушать, какие-то правила, и вы просто сказали, все, нам не нужны твои деньги, нам не нужны. И там, через месяц он стал более, там, стал все-таки соответствовать в рамках своего креатива, стал соответствовать общим правилам. Ну что ж, у нас наше время истекает, спасибо огромное, Андрей, у нас был Андрей Бронецкий, руководитель сервиса Mamba.ru. И программу продолжит Олег Дмитриев, программа будет называться «Сухой остаток», вместе с экспертами Олег обсудит последние события из мира финансов и экономики. Всего хорошего. До свидания, спасибо.